Роман, и где вы находитесь? Хабаровский? Нет, Красивый. Чувашская республика. Какая? Чувашская. А сколько у вас времени, чтобы вы такой бодренький? Пять утра. Нифига вы такой бодрый. Это вы уже встали или еще не ложились? Нет. Встала. И такой прям с утра бодренький. На вас пахать и пахать чувствую. Да, конечно. Офигеть. Нет, почему? Откуда у вас только энергии в пять утра? Энергетики пьют. Это вам 21 или что? Это написано 21. Это что, это ваш возраст? Да. Вы чуваш? Да. А как вас зовут? Роман, я же представился. А, вы сказали, Роман. Что-то я даже не слышала. А вы можете по-чувашски что-то сказать? Или не знаете чувашской? Ну, знаю, не хочу. Ну, вы можете сказать, я люблю свою бабушку. Вот был только что таджик, он сказал. Я люблю свою бабушку. На чувашском, да. Капча. Он в чате просит сказать. То есть вы не знаете, как сказать, да? Знаю я, как сказать. Я пью рода. А как бабушка по-чувашски? Казане. Казане? А люблю? А-за-не. На, начинается. А-за-не. Я пью рода. Я пью рода. Так? Слышите? Да. Бег живи, бег учись. Скажите, я недавно узнала, что чувашские казаки, или как-то я не помню, в общем, князья, оказывается, не входили в Москву. И Московия не могла вас завоевать до 1550 года. Вот когда Иван Грозный взял Казань, вот тогда он взял Чувашию. Вы представляете? Вы представляете? То есть вы отдельно жили от Москвы. То есть получается, вот когда Александр Невский ползал на коленях, там Дмитрий Донской, там Василий Третий, и вот все это время вы были отдельно от Москвы. Не разговаривали по-русски, не имели с ним никакого контакта. Если они у вас забирали земли, вы эти земли потом отбирали, отбивали обратно. Вы были такими же сильными, как и Золотая Орда. Прикиньте. Вот когда пал Татарстан, вот Чувашия тоже пала. Грубо говоря, вот этот рубеж вы должны знать, что вы не всегда были под Москвой. Не тысячу лет. Получается, сколько? Даже 500 нету лет. Вы должны изучать. У вас очень сильные предки были. Очень сильные. И они с легкостью отбивали москалей. Очень. То есть там не было там, что вы рубились, Куликовская битва. Нет. Пришли, забрали русские, и там через две недели вы обратно их отбили. Вы что-нибудь об этом слышали про ваших предков, нет? Чуваши? Слышал, конечно. Ну, вот Чапаев лучше с нами, например. Чапаев воевал за что? За Россию? Я говорю про национальных героев, которые не входили в состав России. Национальный герой, человек, который борется за свою национальность. Все понятно. Я у вас вызываю какой-то интерес, пошарить по истории? Ну, просто вот зайти, можно чувашки, герои. Хотя бы кто бил москалей? Я не селюсь за историей, чтобы узнать за что. Я так просто с вами поговорить хочу. Так это же ваша земля. Я не могу говорить за историю, потому что я не могу. Вы понимаете, что у вас очень много земли. Вот русских земель своих нет. Их можно поганой метлой выгнать из Ингерманландии, из Кубани. Люди зайдут, скажут, это моя земля. Сочи, моя земля. Там Хабаровск, моя земля. Саха, тоже не русские. Вы знаете, что у вас много земли, вашей чувашской? Ну, опять же, до 1550 года. Вот какую землю вы отбивали у москалей? Как жили вы до вступления? Я никакой земли в москалей не отбил. Понятно. Ну, вы не знаете. И вы не знаете, как жили ваши предки. Вы же не ходили в лаптях. Вы же знаете об этом. Вы не жили в проголодь. У вас не было голодомо. Потому что я вот чек не ходил. Не за саму этого. А русские ходили? Русские. Ну, вы, если хотите, я могу сделать про вас ролик. Я могу покопать, что было в Чувашии до прихода русского мира. Это как бы часть вашей истории. Может быть, это добавит вам ничего. Да нет, не надо зачем. Понятно. Меньше знаешь, лучше спишь, да? Живу на маленьком огрызке. Да. В маленьком огрызке моей земли. Мне подают там, вон, с Кремля кусочек хлебушка. Я за этот кусочек хлебушка очень много работаю, да? Спасибо, что есть Кремль. Иначе мы Чуваши... Да нет, я могу спокойно пойти в магазин. Какие нормальные, полноценные... Ну, вы благорите русских за то, что там они построили вам заводы, да? Научили говорить по-русски, писать прописями, да? Вы благодарны же России, да? Ну, скажите своим ртом. Я Чуваш, я благодарен России. Я вас отпущу после этого, как вы... Я очень благодарен России. Всё, до свидания.